Социал-демократы Восстанавливается законность использования городских средств на рекламу упомянутых политиков в канун муниципальных выборов осенью 2013 года. Соответствующую жалобу в прокуратуру подала комиссия по надзору за финансированием партий. Если раньше был вопрос более этичного толка, то теперь это уже перешло в правовую сферу. И это действительно уже совершенно конкретное обвинение в уголовном порядке, которое государственная прокуратура сейчас этим людям будет предъявлять. И мы считаем, что в ситуации, когда над ними такое обвинение висит, они должны сложить в себя свои полномочия для того, чтобы иметь возможность, скажем так, оправдаться в суде или, соответственно, принять наказание, если такое будет принято. Если в отставку все указанные чиновники не подадут на завтрашнем заседании Таллинского горсобрания, то тогда социал-демократы инициируют вводу в недоверие. Скорее всего, именно такого развития стоит ждать, поскольку центристы уверены, что данный спектакль является прямым политическим заказом и даже фарсом. На самом деле, эта попытка паразитировать, на мой взгляд, на имени Эдгара Сависара, это лишь возможность для оппозиционных партий сделать свой пиар, конкретно для Райна Равакра. И, безусловно, комментировать как-то возбужденное дело могут только соответствующие органы. А что касается ультиматума, то на самом деле это лишь, опять-таки, попытка построить свою предвыборную кампанию на противопоставлении действительно политику, который набрал такое огромное количество голосов на последних местных выборах, а именно это был получен мандат от жителей Таллина и, наверное, им решать, вытуегать какие-то мультиматумы мэра города Таллина или нет. Слова о политическом заказе подтверждаются и рядом нарушений политиков, исправящих в стране партии, на которые никто не обратил внимания. Таллин требует от прокуратуры возбуждения уголовных дел в отношении использования государственных средств на партийную пропаганду. За деньги налогоплательщиков рекламировали себя, по их мнению, реформисты, министр финансов Юрген Лиги, член Союза Отечества, Приду Пярна и Урмос Марди, Урмос Рейнсел, Юхан Парцкин, Марти Вахер. Особая статья расходов – скандальный фильм, выпущенный интеграционным фондом, где в качестве положительных героев фигурировали реформисты и многие другие лица, не имеющие отношения к центристам. Любопытно, что нарушения были замечены и у политически близкого ныне к ССДЭМам экс-мэра Тарту, но его имя в жалобе в прокуратуру не упоминается. И, соответственно, никто из товарищей по коалиции не пытается отправить его в отставку. На вопрос, почему же ССДЭМы обошли вниманием нынешнего министра труда и здравоохранения Урмоса Крузы, бывшего мэра Тарту, тоже попавшего в сферу внимания комиссии, Белобросов ответил, что деньги были потрачены не из сказанных города Тарту, а из бюджета недоходного объединения, и к тому же Крузы обязался вернуть эту сумму. Так что ССДЭМы куда строже к вечным политическим оппонентам – центристам. В свою очередь, Таллин также потребовал от прокуратуры тщательного и независимого расследования, а один из представителей партии заявил, что ССДЭМы просто загрязняют эфир всякой ерундой.